Международный день молодежи – праздник относительно новый, но в Лобинском районе его уже успели полюбить и ежегодно отмечают. В этом году молодежным центром стала станица Владимирская. Там состоялось общее для всех 13 поселений мероприятие. Молодежь территории показала то, какими идеями и настроениями живет. Мы решили показать, чем прекрасны вообще наши места. То есть, если вы посмотрите на стенд, то вы увидите именно природу и нашу молодежь на фоне этой природы. И, в принципе, фотографии все сделаны ребятам до 25 лет. То есть, они молодые, талантливые, решили просто показать вот их талант. Ближе к вечеру на площади перед центром культуры и досуга стали собираться самые активные и инициативные молодые люди района. Настроение замечательное, великолепное. Я только пришла с похода, и я думала, будут скучные дни, но наоборот, это весело. Я думаю, получим много эмоций, много веселья и всего хорошего. Мы надеемся, что все пройдет замечательно. Столько людей собралось, наших сверстников. Хотим провести замечательное время, познакомиться с кем-нибудь. Вот, ну, столько замечательных вот поделок можно увидеть и рассмотреть. То есть, ждем очень много вот этого праздника. Впервые мы совместно с координаторами по работе с молодежью проводим ярмарку молодежных инициатив, в которой принимает участие вот такое количество наших молодых талантов, которые демонстрируют свои возможности, умения, проводят мастер-классы. В районе всегда было очень много талантов, и в этот день дарования раскрылись. Прямо на площади надували гигантские мыльные пузыри, пилили из бисера, валяли из шерсти, демонстрировали фотоработы, показывали свои парикмахерские способности. Мария Беломестного обучалась в студии красоты. Ее умелые руки на праздники преобразили не одну девушку. Да мне нравится это дело делать. И если когда нравится, легко все удается. С новым имиджем вернулись со дня молодежи не только девушки. Галина Ермоленко работает культорганизатором. Парикмахерское искусство – ее хобби. Мы приехали в станицу Владимирскую показывать свои таланты, то, что мы умеем делать, то, что мы любим делать. В общем, все, что нас развлекает и все, что нам нравится. Самым популярным и востребованным видом творчества на празднике стала роспись хной по телу. Искусство – это одно из древнейших. Но среди нашей молодежи оно только набирает популярность. То, чем мы сейчас занимаемся, называется мехенди. Это такое ритуальное искусство в Индии. Вообще там много вариантов подходит. Но в Индии оно точно очень развито. И в наши дни невесту перед свадьбой расписывают. Мехенди делают на ладошках. И считается, пока оно не сойдет, а сходит оно традиционно около недели. И что невеста в это время имеет право ничего не делать и продлить себе праздник таким образом. Ну, а мы это делаем в качестве биотатуировки временной. Ну, это интересно. Молодежь же любит себя менять. Кому-то в этот вечер захотелось украсить руки, а кому-то и лицо. Еще один вид искусства – аквагрим. Его выполняли гости из станицы Вознесенской. Ну, мы приехали сюда непосредственно развлечься, показать свои таланты, удивить ребят своими способностями творческими. Мы делаем аквагрим. В своей станице Вознесенской мы не раз уже этим занимались. То есть, ребятам нравится. Мы делаем это и на День молодежи, и на День защиты детей. Ну, в общем-то, во все праздники всегда всем очень нравится. Куча народа, куча детей, масса впечатлений. Лобинский район многонациональный. Русские, грузины, узбеки, армяне, украинцы – все должны жить в мире. Эту мысль хотели подчеркнуть организаторы праздника, показав культуру каждого народа. Мы сегодня представляем страну Узбекистан. Это традиционное блюдо. Эта кухня славится своей необычностью и сладостью. Это халва, казинаки, сушеные фрукты. Мы угощаем людей, жюри и те, кто подходит к столу. Мы представляем станицу Упорная, в которой проживает такая национальность, как армяне. Мы представляем именно их. У нас очень много национальных продуктов. Мы очень дружим с этой народностью. У нас постоянно ведется работа по сближению, так сказать, национальных интересов. Вознесенский хлебозавод предоставил нам очень интересную продукцию. Это каравай, печенье, булочки с вареньем. И также мы после праздника всю эту продукцию будем угощать молодежь. Удивляли гостей участники не только угощениями, но и внешним видом. Внимание многих привлек образ кубанской казачки. Это и традиции, и патриотизм, и произведение искусства. Организаторы праздника уделили внимание спорту, подчеркнув, что молодежь в районе очень активная. Ведь здоровый образ жизни и физическая культура должны быть в приоритете в любом возрасте. Совместно с Управлением физической культуры и спорта мы проводим интересные аттракционы, конкурсы, стрельбу из лука, игра в лаптух, ходьба на ходулях, велотриал. Конечно же, одновременно работает очень большое количество площадок. Поздравить жителей и гостей станицы приехало много гостей. Один из них – заместитель главы района Игорь Юренко. Сегодня молодой человек, выходя в самостоятельную жизнь, сталкивается с огромными проблемами. Это и трудоустройство, это создание семьи, это вообще позиционирование себя в обществе. На него ложатся... И не всегда молодой организм, молодая психика выдержит эти проблемы. Поэтому, для того, чтобы привлечь все, для совместного решения таких проблем, для того такой день и создан. И вот его настоящий смысл, мне кажется, в этом. Лучших из лучших в этот вечер наградили. Почетные грамоты и памятные подарки получили самые инициативные координаторы и самая активная молодежь. Разнообразные состязания и конкурсы дали возможность получить множество призов, главный из которых – велосипед. Ну а общим подарком для всей молодежи стала концертно-развлекательная программа. Выполнили пожелание и просьбу молодежи Лобинского района. Неоднократно они обращались в Управление по делам молодежи с просьбой провести хорошую дискотеку. Мы пригласили дискотеку, мы пригласили шоу-группу из города Краснодара с лазерным шоу. И, ну, я думаю, что праздник удался. Пользуясь случаем, я бы хотела поздравить всю молодежь Лобинского района с Международным Днем Молодежи. У нас многонациональный район, более 90 национальностей представлено на территории Лобинского района. И, конечно же, мы, молодежь, должны жить в мире дружбе и согласии. С праздником вас! С Международным Днем Молодежи!